Здравствуйте! Вы смотрите программу «Школа здоровья». К счастью, современные родители перестали воспринимать появление в семье ребенка с диагнозом ДЦК как приговор. Существует множество методик лечения и реабилитации этих малышей. Об одной из них мы поговорим сразу в начале программы, а также в этой передаче вы увидите. Лечим зубы при сахарном диабете. Правильный уход за полостью рта в рубрике «История болезни». Чем опасно наружное кровотечение? Первую помощь пострадавшему окажем в рубрике «До приезда врача». Женщин, которые здесь встретились, объединила общая беда – диагноз ДЦП или болезнь Дауна у детей. Изначально они познакомились на просторах интернета, где искали информацию о том, как помочь своим малышам. Безусловно, всю необходимую медикаментозную помощь они получают у наблюдающих их неврологов. Но для таких детей одних таблеток мало. Не менее важны занятия лечебной физкультурой и плаванием, массажи и развивающие занятия. Нам очень не хватает квалифицированных специалистов в области именно реабилитации. Это ЛФК, занятия аквариабилитации, хороших специалистов массажей и правильных методик, там, бобота, войта. Всего этого крайне мало представлено в Самаре, я бы даже сказала, практически нету. И поэтому очень отравлено, когда находятся люди-альтруисты, которые предлагают свои какие-то услуги, свои навыки, свои умения. Елена Петровна Чупрова одной из первых начала развивать в Самаре плавнее для детей грудного возраста. На собственном опыте она убедилась, что это один из наиболее действенных способов реабилитации для детей с нарушениями развития. Ведь в воде, где все движения замедлены и нет необходимости прилагать такие усилия для поддержания равновесия, малыши с ДЦП двигаются почти так же, как здоровые. Таким деткам просто замечательно заниматься. Это эмоции, это здоровье. И мамы отдыхают. Вот эти мамы просто низкий поклон за эти детей, потому что это такой гигантский труд. Елену Петровну, которая как педагог выпустила уже несколько поколений инструкторов, расстраивает, что в миллионном городе ее усилий и работы ее учеников недостаточно для того, чтобы помочь всем нуждающимся. Некоторые родители даже не знают о возможности получения такой помощи. Люди ездили в Уфу на такие занятия, потому что не знают, что у нас есть такие бассейны, что у нас есть специалисты, что мы тоже можем работать с ДЦПшниками на воде. Мы можем приносить пользу нашим детям. И очень хотелось бы, чтобы наше правительство, мэр, губернатор поддержали такие семьи, поддержали такие бассейны, чтобы проплачивались какие-то социальные программы, чтобы не так дорого было ходить в бассейны таким деткам. Ирина Кривобокова, директор бассейна, где проходят занятия, не случайно стала инициатором открытия группы для детей и инвалидов. Я родилась с диагнозом для постороннего ДЦП. То есть низкий поклон моим родителям, которые очень много сил в меня вложили, и очень, не покладая рук, занимались со мной, и нанимали там, говорю, и массажистов, и возили меня по санаториям, и дрязи, и все-все-все. И вот, соответственно, благодаря только усилиям и трудам моих родителей, то есть мой диагноз, он сошел практически на нет. Даже сошел практически на нет, мне даже в 16 лет его сняли. Среди добровольных помощников студенты-спортсмены СГАУ, которые помогают мамам донести малышей от машины до раздевалки и берут на свои крепкие плечи всю другую тяжелую работу. Им радостно помогать детям, тем более, когда они видят в их глазах знакомый спортивный азарт. Первый, кто плавал, прям рвался сразу, не успел прийти, уже готов был запрыгнуть в бассейн. Сегодня в раздевалке появилось радостное объявление. Один из ребят принят в школу Олимпийского резерва при бассейне ЦСКА ВВС. Для ребенка с нарушением двигательного аппарата это не просто победа, это почти космический прорыв. У большинства деток есть положительные изменения. А если эти положительные изменения, то есть надежда на то, что потихоньку, маленькими шажками, мы, возможно, придем к тому, чему мы все стремимся и о чем мечтаем, чтобы наши детки приблизились к норме, стали социализированы, смогли себя в том-то проявить в обществе. В этом году Центру стоматологической помощи больным сахарным диабетом при городской поликлинике номер 7 исполняется 5 лет. Все это время в клинике оказывается специализированная помощь диабетикам, для которых стоматологические проблемы являются одним из значимых факторов, ухудшающих качество жизни. Влияет состояние полости рта на базисную терапию, которую проводит врач-эндокринолог. Это мы выявили также своими исследованиями совместно с сотрудниками нашего медицинского университета. Кстати, наша поликлиника является и клинической базой медицинского университета. Сотрудники Центра особенно гордятся тем, что они единственные в Поволжье оказывают квалифицированную помощь такого уровня пациентам в рамках ДМС. Для того, чтобы стать пациентом нашего Центра, достаточно иметь медицинский страховой полис, паспорт и справку о наличии заболеваний, сахарный диабет. Любой житель Самарской области может быть пациентом нашего Центра. Роза Леснякова приезжает в Центр Искуйбышского района. Она отмечает, что качество помощи, которую ей оказывают здесь, на порядок отличается от лечения в районной поликлинике. Пока я не знакома была к кабинетам парадонтологов, у меня зубы шатались уже, десны воспаленные сильно были и неприятный запах изо рта был. А сейчас, слава богу, благодарны всем. Особенно хорошо сейчас помогает вот это лазерное лечение. То есть дольше, дольше период ремиссии продолжается, реже обострения бывают, но я раз в полгода посещаю этот кабинет. Таких результатов Розе Лесняковой помогло использование самой передовой аппаратуры, аналогов которой нет не только в других поликлиниках, но и в других городах нашего региона. Больные с сахарным диабетом – это всегда проблема для стоматологов. И таких пациентов очень боятся лечиться. Благодаря нашему оборудованию у нас появилась возможность сделать те процедуры, которые раньше не были показаны данной категории больных. Мы, если раньше, в зависимости от их заболевания, мы не могли делать закрытый керетаж, то имея такое оборудование, как эрбивый лазер, мы делаем практически всем по показаниям данной категории больным. И это имеет очень хороший результат. Таких лазеров по России не так много. 8 лазеров по всей России в Самаре. Единственный лазер, который оказывает помощь в рамках территориальной программы, находится в нашем центре. И эта помощь доступна пациентам с сахарным диабетом бесплатно. Больше того, сотрудники центра стремятся, чтобы квалифицированная помощь была доступна не только жителям областного центра, но и самых отдаленных уголков губерния. У нас создана при поликлинике мобильная бригада, которая выезжает раз в месяц в один из районов или городов Самарской области. Также два раза в месяц мы выезжаем в больницу Калинина в отделении эндокринологии. И два раза в месяц в шестую городскую больницу, там два отделения эндокринологии. Таким образом, мы доезжаем до маломобильных граждан. Это одно, потому что они лежат в стационаре. Им проводится основная терапия по поводу их заболеваний с сахарным диабетом. И в то же время мы проводим свою терапию. За прошлый год специалистам удалось оказать помощь 577 пациентам вне стен центра. В новом 2014-м медики планируют и дальше увеличивать количество выездов в областные центры, чтобы современная медицина стала доступна каждому жителю губернии. Любое кровотечение опасно. При потере крови падает артериальное давление. Головной мозг, печень и почки перестают получать кислород. В итоге нарушаются все обменные процессы в организме. Чтобы остановить наружное кровотечение, для начала необходимо выяснить, какое оно – артериальное или венозное. Первое – это артериальное кровотечение, когда кровь истекает из поврежденного артериального сосуда. Его основные отличия какие? Кровь идет алая и бархатистая, из раны. Второе – она, истечение крови идет как бы пульсирующего характера, то есть такт работы сердца, и идет под большой скоростью. Второй вариант кровотечения – это венозное кровотечение, когда кровь идет из венозных сосудов. Здесь кровь темная, вишневая, и идет как бы такой равномерный струей, или струей, а с такой равномерной скоростью. Оно, скажем так, тоже может быть опасным, но не так опасно, как артериальное кровотечение. До приезда врача есть несколько вариантов временной остановки наружного кровотечения. С помощью специальных приспособлений или с использованием только рук. Это пальцевое прижатие. При этом артерии прижимают в местах, где они проходят вблизи кости или над ней. Прижать артериальный сосуд к кости, обычно это делается там, где кость находится в единственном числе. Это у нас плечо и бедро. Это если кровотечение идет из рана на нижней или верхней конечности. Точка прижатия, пальцевого прижатия при кровотечении, артериального кровотечения, при повреждении, допустим, предплечья или плеча находится в средней трети плеча по внутренней поверхности. Если посмотреть плечо, взять, разделить на две равные части и чуть выше серединки, вот будет точка прижатия, пальцевого прижатия плечевой артерии. Она достаточно легко прижимается, то есть пальцы накладываются на артерию и прижимаются. Можно сделать, допустим, вторым-третьим пальцем, можно сделать первым пальцем. То есть в зависимости, насколько сила в руках хорошая. То есть прижать. То есть пальцевое прижатие артерии используется на короткое время, пока не найдут жгут или другой вариант остановки коручения, или пока не наложат тугую повязку на рану. Пальцевое прижатие артерии болезненно для пострадавшего и требует большой выдержки и силы от оказывающего помощь. Для пережатия артерии на нижней конечнике используется точка прижатия в верхней трети бедра. Вот артерия здесь выходит из паховой области, идет по внутренней поверхности бедра и спускается под коленную ямку. Поэтому артерию прижимать в верхней трети бедра. Вот. Если сил рук не хватает, чтобы прижать временно, можно сделать, чтобы кулаком нажать. То есть это позволит временно остановить кровотечение, пока не найдут жгут или не сделают закрутку. То есть вариант жгута из жесткого материала. Вот. Дальше. Если кровотечение находится на голени, то жгут на голень, допустим, накладывать нерационально или искать точку прижатия артерии. Дело в том, что на голени имеется две кости. Больше берцовые и малоберцовые. И есть артерия, которая проходит между этими костями, и прижать ее просто невозможно. Поэтому наложение жгута здесь будет неэффективно. Поэтому или пыльцевое прижатие, или наложение жгута всегда выполняется в верхней трети бедра. При повреждении, при наличии раны на нижней конечности. Все эти приемы помогут остановить обильное кровотечение, а в экстренных случаях спасти жизнь человеку. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Смотрите программу «Школа здоровья» ровно через неделю. Всего вам доброго. Берегите себя. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин